Отношения Бога со своим народом не заканчиваются событиями, записанными в книге «Деяния апостолов» последней исторической книги Библии. Ведь история человечества свидетельства Божьего действия в жизни людей. Концепция истории как Божьего откровения наиболее глубоко отображена в Пс. 118. Еврейское слово «едут» — свидетельство — использовано в нем 23 раза и всегда во множественном числе. И обозначает оно совокупный опыт переживания благодати Божьей как избранным народом, так и всем человечеством. Подобным образом апостол Павел предоставляет в своих проповедях собственную историю отношений с Богом, историю еврейского народа и историю отношения Бога со всем человечеством. Каждый из нас — часть этой истории. Слабость аргументов от личного свидетельства в их субъективности. Всякий столковывает свой личный опыт в контексте собственного миропонимания. Сила же их в их непровержимости. Люди могут критиковать ваши доводы, вашу логику, вашу философию, ваше богословие. Но кто может опровергнуть то, что произошло именно с вами? То, что вы пережили лично. Оспаривать личное свидетельство бессмысленно. Его можно только либо признать, либо отвергнуть. Но отвергая его, придется искать альтернативное объяснение, преображением, которое происходит в человеке при встрече с Богом. Будь то исцеление, освобождение от зависимости, восстановление семьи, изменение образ жизни, перемена мировоззрения.